МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа содействия реформирования ЖКХ начала работать с 2007 года. В основном в рамках программы регионы занимались решением вопросов капитального ремонта многоквартирных домов. Направление программы по переселению граждан из аварийного жилья начало работать с 2011 года, но существенное развитие получило после опубликования майских указов президента Российской Федерации в 2012 году. Так по программе предусматривалась разработка комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда и улучшением жилищных условий граждан. Такая программа действует и в Карачаево-Черкесии. Правительством республики она утверждена на 2014-2017 годы. Ту задачу, которую сформировала глава государства 1 сентября 2017 года, завершить, ликвидировать практически аварийный жилищный фонд по регионам, естественно, глава республики дал соответствующее поручение Министерству строительства, разработали республиканскую адресную программу по его поручению, план мероприятий, как назовем дорожную карту по ее реализации. И она у нас так называется республиканская адресная программа по переселению граждан с аварийного жилищного фонда с 2014 по 2017 год. 1 сентября мы должны завершить эту программу. Переселению в Карачаево-Черкесии подлежат жители трех муниципальных образований Краснокурганинского, Усть-Жигутинского, Чапаевского. Общая площадь аварийного жилья почти 9,5 тысяч квадратных метров. Наша съемочная группа встретилась с некоторыми участниками программы. Село Чапаевское, Прикубанского района. Это жители так называемого Шанхая. Микрорайон села Чапаевского так назван не случайно. Он застроен многоквартирными домами, по сути бараками, находящимися в аварийном состоянии. О комфортных условиях, разумеется, говорить не приходится. Даже сейчас в домовладениях зябка и сыра. Несложно представить, каково местным жителям в зимние месяцы. Хасан Балачиев живет в аварийном доме. И более того, он принимал непосредственно участие в строительстве бараков. Это жилье давно пора сносить, утверждает мужчина. Вот эти бараки давно строились. Я здесь работал на Камазе, самосвале. Майор Кужилин был на 10 лет. Сейчас 30 лет стоят вот эти бараки. И сельсовет помогает. Сами мучаемся. Но мы не дадим. Между стенами пусто. Крысы бегают. Мыши по подушке лазают. Клянусь, мучаемся. Вода вон там. Сейчас замерзнет. Каждый отогревает сам себе. Нет воды, нет газа. Ветхие стены и отсутствие воды в квартирах не единственное, что доставляет неудобства жильцам бараков. Из-за конструктивных особенностей построек не представляется возможным наловить отопление в квартирах. Тут вообще все рушится дома. Ремонт делаем, опять сломается. Как говорится, воду с улицы тащим. Отопления нет, буржуйка живем, дрова рубим. Да, мучаемся, короче, здесь мы. Крыша течет, накрывала я крышу, но все равно течет опять же. Ну, не находим, где она течет. Полы у меня тоже такие же, что там наступишь, туда проваливается. В селе Чапаевском для расселения граждан из семи аварийных домов общей площадью около 2400 квадратных метров ведется строительство нового многоквартирного жилого дома. Объект 55-квартирный жилой дом, трехподъездный, трехблочный. Общая площадь одного этажа составляет порядка 800 квадратных метров. Заказчик администрации Чапаевского сельского поселения. Сейчас на данном этапе ведется строительство первых этажей первого сельского блока, второго блока и третьего блока. Работа организована ритмично. Представитель фирмы-подрядчиков утверждает, что все работы ведутся по графику и каких-либо проблем с обеспечением объекта стройматериалами у них нет. На сегодняшний день мы видим, в какой стадии идет строительство этого дома. Я думаю, что решение вот этого вопроса, завершение строительства этого многоквартирного дома практически на 100% решает вопрос переселения жителей села Чапаевского из аварийного жилья. Сдача объекта запланирована на июль-август 2015 года. Жители аварийных домов села Чапаевского смогут отметить новоселье уже в следующем году. Мы очень рады, очень рады, что нам построили. Хотя выйдем с этого Шанхая, с этого мусора. В соответствии с дорожной картой реализация первого этапа программы по переселению 870 человек из 53 аварийных многоквартирных домов проводится и в городе Учжгута. Так же, как и в селе Чапаевском, на строящемся объекте кипит работа. Строительство ведется в непосредственной близости от аварийного жилья. Наш приезд вызвал интерес у будущих новоселов. В Учжгуте для переселения граждан из 8 аварийных многоквартирных домов начато строительство двух домов на 32 и 18 квартир по улице Ленина и Балахонова. На каком этапе строительство и каковы сроки сдачи объекта, рассказал директор фирмы-подрядчика. Заказчик у нас муниципалитет. На сегодняшний день мы заканчиваем нулевой цикл. Строительство было начато в 4 квартале этого года. Конец строительства мы планируем закончить в 3 квартал 2015 года. Здесь строится 18-квартирный жилой дом, трехэтажное здание на 859 квадратных метров жилья. Кто они, будущие жители этих новостроек? С ними мы познакомились, побывав у них в гостях. На первый взгляд, этот дом по улице Ленина, 124 в городе Учжгута выглядит вполне пристойно, но это лишь на первый взгляд. Все несущие конструкции и балки этого дома деревянные, которые себя давно уже и жили. В межведомственной комиссии дом был признан аварийным. Деревянная постройка была обложена кирпичом, что создает иллюзию того, что дом относительно пригоден для жилья. При детальном осмотре видны трещины на стенах и фундаменте, которые, собственно, и вызваны деформацией деревянного основания. И это, разумеется, лишь вершина айсберга. Проблемы, на самом деле, во многом. Начиная от потолка, потому что мы боимся, что элементарно нам соседи на голову упадут. Ну, и заканчивая такими мелочами, как вот всякие батареи, трубы и так далее. Как вы отреагировали жильцы дома на новость, что начались работы? Ну, как, конечно же, бурная радость и счастье. То есть мы до конца осознать не можем до сих пор, что в это не можем поверить, что это на самом деле случилось. Но как только началась стройка, конечно же, уже более уверенно себя почувствовали. Сроки обозначены. Строительство идет с опережением графика. Кстати, на всех трех объектах. С финансированием тоже все в порядке. Решает ли это проблему расселение граждан из аварийного жилья в Ужжигуте в полном объеме? Первый заместитель главы администрации Ужигутинского городского поселения ответил нам на этот вопрос. Нет, это проблему расселения на 100 производств не решает. Всего у нас в городе признано 14 домов аварийными. Но первый этап, финансирование первого этапа рассчитано именно на вот эти два дома. В дальнейшем планируется продолжение этой работы. Сама программа рассчитана до 2017 года. Поэтому, думаю, до 2017 года мы расселим 100% аварийных домов в городе Ужжигуте. А вот в Краснокурганском сельском поселении Малокарачаевского района, в отличие от двух ранее озвученных, проблему переселения граждан осуществляют путем выкупа жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, в соответствии с ЖК РФ. Переселению здесь подлежат 360 человек из 38 аварийных домов. Общая площадь чуть более 4700 квадратных метров. Лиза Батчаева живет в живопомоческом поселке Камунстрой с 1987 года. Она любезно согласилась показать нам условия, в которых она проживает, и в каком состоянии сейчас находится ее жилье. Зрелища удручающее. Трещина в стенах шириной порой достигает десятка сантиметров. Потолок обваливается. Ночью вот бывает все время, все падает, все трескается, даже спать боимся. Десять лет тому назад я нанимала рабочих, они не согласились делать ремонт, сказали, дом аварийный. Вот с тех пор никто не берется, вот живем в этих трещинах. Дом Лизы Батчаева не единственный в поселке в таком состоянии. Жители еще 17 домов подлежат переселению. Собственно, ровно столько домов и есть в поселке Камунстрой. Местные жители уже получили необходимые документы на руки и подыскивают себе новое жилье. Вот теперь хоть деньги дали, хоть хотим что-нибудь купить. Вы уже получили материальные средства? Ага, получили, теперь хоть что-нибудь купим. А то вот до сих пор жили тут. В поселке Камунстрой приезд нашей съемочной группы жители не оставили без внимания и, пользуясь случаем, выразили благодарность руководству страны и республики за реализацию такой программы. Благодаря этим стараниям мы получили деньги за наши дома и уже покупаем себе жилье. Уже начали, да? Это здесь же, в этом районе будет? В нашем же селе. Мы никуда не собираемся уезжать из нашего селя. Мы все любим свое село и будем жить здесь. Почему в Краснокурганском сельском поселении проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья решают путем выкупа жилых помещений? Они строят новые дома. С этим вопросом мы обратились к главе сельского поселения. Я хотел бы сказать, что это добрая воля самих жителей, которые решили, что вот таким образом лучше они пошли на метод выкупа этого жилья муниципалитетом и тогда они имеют возможность более так, где-то свои запасы, что-то все скооперировать и получить какое-то жилье. Некоторые вот достраивают что-то, им вот на достройку эти деньги пойдут и они свое жилье получат. Все. Ход реализации первого этапа республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы высоко оценили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Сейчас программы в активной фазе реализации и заданные темпы строительства новых домов позволяют полагать, что к 2017 году вопрос переселения из аварийного жилья в Карачаево-Черкесии будет закрыт. Продолжение следует...